Мои приветствия всем! С вами Светлана Добровольская. Продолжаем по сути тему, которую мы начали в прошлый раз, но с другой стороны. Расскажу курьезный случай. Мои трансляции ВКонтакте. Девочки-волонтеры выкладывают на Ютуб, поскольку я на Ютубе больше не вещаю. И название, как вы помните, в прошлый раз у нас было «Я и они» или «Мы и они» о противостоянии. В комментариях встречаю такую фразу «Мы и они» о противостоянии. Где же единство? Не та добровольская стала, не та. Улыбнуло меня это. Человек даже не доставил себе труда нажать кнопочку и послушать, о чем разговор. Но этот комментарий навел меня на мысль поговорить о зеркалах, поговорить о том, как мы сами определенным образом поворачиваем зеркало, отражающее нашу жизнь, и видим совсем не то, что есть, а то, что мы предполагаем там увидеть. И это зависит не столько от пониманий, мыслей, планов, выборов осознанных, сколько от того, что мы ощущаем внутри. Ну, сначала приветствие. Немножечко послушаю. Добрый вечер, дорогие женщины и мужчины. Добрый вечер, добрый вечер. Люблю ваши трансляции. Очень приятно видеть сердечки, цветочки. Я вообще была очень такой с детства взрослой. Непонятно мне было, это любовь девочек к фентиклюшечкам. И только когда мои собственные дочери стали подрастать и открыли мне красоту вообще бытового изящества, я стала вводить это в свою жизнь. И таким образом плавненько перекочевала это и в мои проекты, потому что для меня большое значение имеют и картинки, и орнаменты, и тем более приятные такие вот знаки симпатии, которые вы оставляете в чате. Ну так вот о зеркалах. Я думаю, вам многим известно, может даже всем, что всегда то, что нас бесит, имеет в нас самих первоисточник. То есть то, что нам не нравится, но в нас самих никак не присутствует, не отражается. Это вызывает недоумение, если мы вообще это замечаем. Но то, что мы носим в себе, ту гримасу, тот шрам, тот глубоко запрятанный мусор где-то в глубине себя, который внутри нас оценивается нами как плохой, как постыдный, как неприятный, как, ну в общем, всяческие, могут быть всяческие комментарии на этот счёт. То, что в нас остаётся таким, оно притягивает из окружающего пространства подобные искажения, причём это не прямое, может быть, а завуалированное очень. Ну так, например, завистливые люди могут вызывать в нас отвращение, потому что мы не признаём свою зависть. Или распущенные, или шумные, или ещё какие-нибудь, потому что мы не позволяем себе проявить спонтанную потребность своей, быть более открытым, непосредственным, более откровенным, короче, в своих подлинных желаниях. И поэтому нас ужасно возмущает и бесит, что кто-то себе это позволяет, а мы нет. Это обычная тема в отношении с детьми, особенно с подростками, когда родители негодуют, что их дети имеют несравненно больше свободы, чем было у нас, и при этом эту свободу не ценят, и им всё мало. Это в каждом поколении, это не только у нас. Но просто сейчас эпохи очень разные, поэтому радикальная такая перемена. Я уже как-то приводила такой пример. Для тех людей, которые сидели в тюрьме, возможность выходить на прогулку во двор тюремный – это послабление. А уж если выйти на подписку о невыезде, это вообще уже наслаждение. Но люди, которые оказались в запутом помещении под ключом, придя сюда из свободного мира, рассматривают и тюремный двор, и ограниченную подписку о невыезде как тотальную несвободу. И вот для многих наших детей обычные нормы поведения, связанные с вписанностью в структуру – образовательную, медицинскую, социальную, бабушки, дедушки, дети, дяди – это вот такой тюремный двор, который мы с радостью им предоставляем благоустроение. А на самом деле для них это непонятно зачем устроенное ограничение сердечного, внутреннего побуждения, внутреннего проявления себя. И поэтому они не говорят «почему я должен сидеть?» Я говорю «зачем?» Они говорят «зачем?» «Зачем я должен говорить это, идти туда, делать то, если я этого не хочу?» Ну, сегодня это не тема. «Дети Индиго» не тема. Я сегодня просто вспоминала эту тему, потому что много лет посвятила тому, чтобы раздолбить железобетонную стену представлений взрослых о детях. Это пока растило своих детей. Это было давно, это было трудно, но это было очень счастливо. А самое главное – эти свободные души, пришедшие ко мне, своей невыносимостью норм поведения, в которых росла я, моментальные болезни, именно не капризы, а умирание, побудили меня саму выйти из этого тюремного двора наружу. Тюрьмы мы делаем себе сами, никто нас сам не заключает. Мы выбираем быть в привычных декорациях, чтобы знать, что нас ждет. Потому что неизвестность пугает ум гораздо больше, чем заведомо известная неприятность. И вот комментарий к анонсу этой программы, этого нашего с вами разговора, был по поводу того, что времена тяжелые и, наверное, легче не станут. Трудное время сейчас. И я хочу обратить ваше внимание на формулировку. Любая трудность – это показатель того, что вы освобождаетесь. Потому что, когда вы остаетесь там же, где вы были, вам все привычно. Вы продолжаете играть ту же роль, которую играли, и она просто вас плавненько удушает. Но когда вы начинаете освобождаться, перед вами открывается столько моментов, за которые вам стыдно перед собой или больно перед собой, за которые вы, ну как сказать, в недоумении оказываетесь, как вы могли вот купиться на вот это и в этом погрязнуть. Ну много чего происходит, но дело в том, что каждая такая неприятность, каждая провокация, каждое изменение физических параметров, как тахикардия или боли в теле, или температура, или чистки натуральные, трясучка, приливы гнева, ужаса и всего такого – это показатель того, что вы освобождаетесь. Поэтому можно сказать, что да, времена трудные и легче не станут, потому что с каждым днём нарастают новые частоты, нарастают, приходя на землю, и несовместимы они с прежними чувствами уныния, страха, боли, тоски и так далее. Они вынуждают людей вскрыть причину того, почему мы играли в эту роль жертвы, выбрать другое и построить это другое внутри себя, потом только это отразится снаружи. Поэтому, с одной стороны, да, легче не станет в этом смысле, но с другой стороны, каждый отвалившийся блок ракеты, когда ракета взлетает, у неё есть, во всяком случае, у наших нынешних ещё космических кораблей, блоки питания, которые, отдав своё топливо, отваливаются и сгорают в атмосфере. И то, как головка вылетает уже вокруг Земли, вращаясь. И вот это вот вскрытие и освобождение от того, что так незаметно и привычно закупоривало нас в неволе, это радость, это действительно такие моменты облегчения, которые не сравнятся с прежним комфортным приспособлением в вонючей комнате жить. Знаете, как-то мне встретилось очень хорошее издание для детей о наших органах чувств. И удивило то, что по поводу обоняния было сказано, что Господь так здорово устроил системы в нашем теле, что, например, наш нос, такой чувствительный к запахам, быстро очень привыкает к сильным, резким и неприятным запахам и перестаёт передавать сигналы в мозг наш носик. И таким образом, например, могут работать люди в ядовитом помещении или заниматься такими действиями, которые сделали бы невыносимыми их работу на этих рабочих местах. Так вот, обоняние – это центр, который связан с шишковидной железой, связан с интуицией. И именно поэтому у многих людей на этапе освобождения от своих иллюзий и всяких там привычных скорлупок обостряется очень обоняние невыносимо ощущать не только какие-то неприятные запахи рядом с людьми нефизического характера. То есть вы можете вдруг почувствовать прям тухлятины или варёный лук или какой-то, ну то, что для вас антипатично, рыба там несвежая. При том, что объективно нет источника. Это вы чувствуете запах астрального плана. Но даже не такие ощущения посещает, но резкие запахи синтетические, ароматизаторы, духи, моющие средства, порошок стиральный и так далее. То есть этот центр указывает нам, центр обоняния, когда мы освобождаемся от своих ментальных конструкций, делающих нас роботами в этой жизни, выполняющими свою функцию, а мы освобождаемся от них, становимся людьми, которые не знают, как они сделают следующий шаг спонтанно живущими. Потому что живое, оно спонтанно, оно не структурно, как конструктор. Оно растёт, как дерево, в любой момент листик может повернуться вправо, влево, в связи с тем, как изменилось течение воздуха вокруг него. Так вот, когда мы начинаем ощущать свою подлинность, мы очень тяжело переносим запахи. А когда мы живём в голове, умственные представления, мы привыкаем, у нас отключается этот центр, и мы не замечаем, как дурно пахнет то, в чём мы живём. Это может прекрасно выглядеть, это может быть благополучной семьёй, выгодной карьерой, ухоженным телом, накачанным с мышцами, с омолаживающими процедурами и так далее. Но мертвичина, она очень ощутима для души и удушает в данный момент, потому что приходящая сюда энергия высвечивает наружу всё то, в чём мы себя привычно держим, не отпуская привычные роли, восприятия, ещё что-нибудь. Я назвала свою встречу с вами магией, отражением, потому что хочу обратить внимание ваше и поставить акцент на положительном свойстве этих зеркал. Так вот я сначала об отрицательных свойствах, да, по поводу того, что нас никогда не будет раздражать или тяготить то, чего нет у нас самих, но я хочу сказать о другом. Приведу такой пример. Приведу такой пример. Давно лет, наверное, 12 назад, мне встретилось такое высказывание. К одному психологу пришла женщина, мать взрослых сыновей. Они получили хорошее образование, ну где-то на Западе, было давно ещё, в 50-е годы прошлого века. В общем, нормальная жизнь у них, нормальная карьера, там хорошие семьи. А она пришла и сказала, что, вы знаете, я чувствую себя так неуверенно, так недостойно своих детей, у меня такие умные сыновья, такие благородные, такие принятые в обществе, такие умеющие себя вести. А я простая женщина, я старалась как могла растить их. Она была вдова и растила их одна, с большими усилиями, вкладывая в них то, что она могла вложить. Я сейчас так понимаю, что она так же, как и я, в какой-то момент поняла, что сильно не догоняет своих детей, поэтому главное было не мешать. Вот. И она говорит психологу, что мне стыдно даже с ними публично куда-то выходить, я чувствую себя не такой, как надо. И, мне кажется, я их отягощаю своим присутствием, потому что я вот не дотягиваю. И психолог я сказала, о, какое счастье. Обычно я слушаю совсем другие истории, про то, как дети демонстрируют всякие неприятные проявления в этой жизни. Мне приходится объяснять людям, что все эти неприятные проявления живут в них самих, а поэтому дети только отражают их. А вот с вами у меня есть чудесная возможность показать вам, что все благородство ваших детей, их ум, тактичность, доброта, их бытовая красота – это отражение вашей скрытой красоты, которую вы не замечали. И, ну, он там ей доказывает на конкретных ситуациях и действиях, что не бывает такого, чтобы вы рядом с вами, ваши дети, вопреки вам демонстрировали гармоничное состояние. Так вот, чудо жизни в том, что не только дети, но и вся жизнь неизбежно отражает нам гармоничное состояние, которое в нас самих присутствует. И это происходит не по взмаху волшебной палочки, а также шаг за шагом, действие за действием, моментом за моментом, когда мы признаем свое плохое, принимаем его, смиряемся с ним, и мы понимаем, что да, это неизбежная реакция. Переключаем внимание на хорошее, и происходит новое зеркальное отражение в этой жизни. Сейчас чуть-чуть гляну чат. Да, это точно, все запахи обострены, дома сложно объяснить это близким, они не чувствуют. Я всегда очень чувствительна к запахам людей, определяю по запаху. Я посмотрела вашу трансляцию 16-го года, и там вы фразу сказали «Не пускай корень в сердце мужчины», но все понятно. Потрясающе благодарю. Этот комментарий останется в том просчете. Это цитата, которая была мне сказана в свое время, и она меня очень, как вам сказать, поддержала в момент краха, потому что, может быть, я озвучу эту тему. Спасибо за напоминание, если уж о зеркалах. У меня была очень благополучная жизнь за 30 лет. Многие бы могли позавидовать мне. У меня была хорошая семья, красивые дети, спокойный муж, заботливая, любящая свекровь, хорошие бы родители, прекрасно развивалась карьера. Я писала диссертацию, преподавала в университете. В общем, все было очень правильно и хорошо, кроме одного. Я была несчастна глубоко внутри, но даже не допускала мысли об этом, потому что я шла по сценарию, который от меня ожидали. И, будучи в интересном положении, ожидая запланированного второго ребенка в очень благоприятных условиях, мы переехали из Казахстана в Россию, очень удачно сложились обстоятельства у супруга, сняли хорошую квартиру в сад вишневый вокруг нас. В общем, красота. И я, готовясь быть мамой второй раз, в таком благостном состоянии, слушаю вдруг передачу по радио. Это было так давно, когда в квартирах были радиоточки. И радио «Голос Ислама» передавал поэзию суфийскую. Ну, я всегда интересовалась мистическими течениями всех видов религии. И там была сказана праза «Не пускай свой корень в любимое дело, не пускай свой корень в сердце любимого человека. Пусти свой корень в небо, и тогда никто не сможет его подрубить». В этот момент меня просто таким холодом повдало, прям потрясло все мое тело, потому что я вдруг остро ощутила, что мои корни все пущены, и очень глубоко во все. И прошло полтора месяца, как катастрофическим образом все разрушилось, что было настолько шокирующим для меня, то есть я даже допустить не могла, что те ценности, в которые я вложилась, они меня подведут. И это была катастрофа, и только вот эти слова напоминали мне, что просто я не туда пустила корень. Когда я эту историю рассказала на одном из курсов в начале своей биографии тренерской, мне люди сказали, как же так, что же не любить близких, не любить работу. Видите ли, большая разница между тем, чтобы пустить свой корень, или лучить из себя, любить это. Когда мы пускаем корень, мы питаемся этим. Мы живем за счет этого, нам так кажется. На самом деле это иллюзия, потому что ничего не дает нам энергии, кроме нашей души. Если мы закрываем шланг нашей души питаться из неба, то в какой-то момент обязательно обрушится семья, карьера, здоровье и все остальное. У меня и совпало это еще с 90-ми годами, с крушением страны и резкой утратой значимости преподавательской должности, диссертации и так далее. Это мысль, это послание, оно меня очень поддерживало, когда я не понимала, что происходит и почему так, и как я так была. В общем, пока я не выстроила новый корень вверх. Вспомнилась очень о гни-йоге, где было сказано, когда кругом враги остается один путь наверх. Да, вот я применила этот метод. Очень было тяжело и физически, и морально, и всячески. Особенно трудно было пробираться сквозь ум и потерять лицо. Потому что, знаете, когда вы благополучны, успешны и все говорят, «Ой, ну конечно, она же такая, вот ей везет там». И вдруг вы становитесь банкротом во всем. И более того, вы понимаете, что вы справедливо получили это банкротство, потому что отказались от себя, от своей сути. Вопрос о зеркале. Я очень больно и трудно обнаруживала, что же такое во мне отразилось вот этим всем крушением. И отражение жизненного зеркала, оно не событийное, оно эмоциональное. Оно отражает даже не эмоциональное, а состояние. Я много лет создавая видимость благополучной жизни, идя по рельсам ожидаемого поведения. В молодом возрасте очень я. 22 года вышла замуж за мальчика, с которым дружила очень с детства. И как бы, ну, это была норма тогда. Сейчас мне смешно вообще думать о том, что 22 года этот человек только-только начинает понимать, чуть-чуть понимать, кто он вообще, в каком направлении ему жить. А в моем поколении это было пора рожать уже. Моя мама врач говорила, надо вовремя, самый лучший возраст за первого ребенка. Ну, короче говоря, вся моя благополучная жизнь не могла компенсировать внутреннего ощущения уменьшения, уменьшения кислорода для моей души из того источника, который интересен мне. Не тем людям, кто вокруг меня живет, а мне. И это состояние, вот такое вот, на самом деле, внутреннее, оно в какой-то момент отразилось тем, что меня покинули все, кто питался. Потому что нечем стало питаться. И когда я очень-очень долго по миллиметру кропотливым трудом ежедневными выписываниями, практиками, дыханиями на фоне тяжелых заболеваний детей своих и в полных непонятках, как и что, и как жить и выживать, когда я вот пробиралась сквозь свои иллюзии прошлой жизни, и с каждым разом становилось мне все легче и легче в том плане, что те же самые симптомы, которые для окружающих были катастрофой, и тяжелые физические заболевания, или полное обнуление финансовое, или тяжелые болезни у детей, для меня были знаком. Значит, я иду туда, куда надо, потому что я расчищаю старое, я разрушаю старое. Но все равно потребовалась реанимация, чтобы вот окончательно выдернуть корень из всего, во что я играла, потому что когда только я решила, что да, я готова умереть, я не могу больше бороться, когда я полностью сдалась, тогда внутри меня появился смех. Я поняла, что выписавшись, как меня на скорую увезли, и диагноза не поставили никакого, просто я была в коме несколько, больше трех суток. И когда я еле-еле выползла из этой больницы, дети маленькие были одни, соседи там за ними смотрели, я выползла из этой больницы, у меня было такое чувство легкости в сердце, притяжести в теле, которая еле ползала, что я удивилась одному, как много значения я прилагала тем руинам, из которых выбиралась. Это просто руины. Да, это был такой хороший карточный домик, но это просто руины. А сейчас передо мной, вот я помню, это был февраль, такой холодный, но свежий, уже почти весенний воздух, сырость такая, я не могла идти ногами, на такси мне денег не было, я просто там несколько метров пройду, присяду, прилягу, прислонюсь к дому, еще как-то в том, еще как-нибудь поковыляю. Но у меня было такое чувство радости, знаете, как смертельно больной, который понял, что будешь жить. Вот. Были потом тоже еще замутнения рассудка, но вот это зеркало внутреннее во мне уже полностью очистилось от иллюзий, что я должна быть какой-то, как ожидают люди. Мне было стыдно там, например, брать деньги за уроки, мне было стыдно отказывать людям, которые на самом деле, с которыми я не хочу работать. Мне было стыдно перед близкими, перед семьей, что я не иду тем путем, которым они от меня ожидают, я не иду на какую-то работу с восьми до шести, и, значит, не встраиваюсь, хотя очень много было искушениями таких, чтобы вписаться в матрицу и, значит, выжить обычным способом. Но я знала, что я умру, мне надо, если я не буду жить душой, то я просто повторю это в ускоренном темпе. Вот. И, короче говоря, вот эти все мне надо быть какой-то, да, вот, мне надо быть хорошей, короче говоря, правильной мне надо быть. Это все отвалилось после комы. И я стала излучать из себя готовность встретить любые повороты в жизни с благодарностью, не опасаясь того, что я окажусь недостаточно умной, недостаточно успешной, недостаточно здоровой, недостаточно красивой, недостаточно, ну, в общем, какой-нибудь недостаточно. Да, я такая, какая есть, вот такая вот, юродивая для многих была тогда я. Это было 15 лет назад, 17 лет назад. Юродивая. Вот. От этого мне солнышко меньше не светит, ветерок сладко не дует, дети мои не меньше меня любят. В общем, короче говоря, изменение этого внутреннего пространства стало постепенно менять отражение вокруг меня. Отражение, которое стало таким, что сейчас мы с вами вот встречаемся, отражаясь друг в друге. Я восхищаюсь красотой ваших душ, вы пишете мне истории своей жизни. Я потрясена теми судьбами, которые проживают люди и какими талантами они обладают и возможностями, потому что я сама внутри себя приняла уникальность свою и также уникальность других людей. А пока я хотела быть такой, как надо, пока я хотела быть, как надо, стереотипом своего ума, часто даже не тем людям, которые со мной общаются. Я помню, как я ужасно переживала во второй беременности, что мне нужно будет сообщить на работе, переехав в Орел из Казахстана, я очень удачно устроилась концертмейстером в балетную школу, потому что я знала, что я буду второго ребенка рожать. И мне не хотелось перебивать карьерные моменты, связанные с преподаванием, я хотела какой-нибудь пересидеть, декрет взять и все. И чудесная была работа, просто ангельская, потому что младшие группы у меня были, есть ангелочки в пачках, которые занимаются под музыку Шопена, я играла вальсы, песенки из мультфильмов. Но мне нужно было сообщить через несколько месяцев, что я вам был декрет. Это невозможно, какая ломка у меня была, как мне стыдно, что я подведу людей. Хотя в то время не было никаких пособий выходных. Я ничего не получила, никаких льгот, как женщина, которая уходит рожать. В те годы это было вообще не про то. Просто вот то, что я в таком была состоянии. Я, наверное, недели две мучилась и, к сожалению, оставила отпечаток этим на характере своей младшей дочери Кристалли, которая очень боится обидеть людей всю жизнь. Вот. И когда я сообщила, что вот, к сожалению, я вот часы не скажу. О, как отлично! Мы твои часы разделим, нам как раз очень подойдет то, что рожай на здоровье и можешь потом вернуться, когда ты захочешь выходить. То есть это было только здесь вот было все про то, что красиво, некрасиво, честно, нечестно. Короче говоря, когда вот это все снесло стрессовые ситуации по здоровью и полной сдачи, я поняла, что о моих детях позаботятся люди, ангелы, я могу умереть. И поэтому я и вернулась. Вот после этого жизнь понемножку, по сантиметру, но неуклонно стала разворачиваться ко мне своей чудесной стороной. Сейчас немножко послушаю. Светлана, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано напряжение в шее и затылке? Елена, дорогая, а мы о чем сейчас говорим? Я просто изумляюсь вам, дорогие мои. Я не справочник медицинский, я не таблица психосоматики. Я человек, который является проводником. Я напоминаю вам о вашей дороге к сердцу. Если я говорю о каких-то симптомах, то я и говорю о них в контексте. И насколько я помню по вашему имени, вы у меня наблюдаетесь, на странице комментируете. Вы столько смотрите моих материалов. Вы сами прекрасно можете знать, что с вами происходит. Просто вы не хотите этого знать. Потому что нужно будет очень многое менять. Область головы и шеи отвечает за что? За мировоззрение. Но я не буду отвлекаться на этот счет. На предприятии, где я работаю, около 200 человек. Очень тяжелая внутренняя атмосфера. Из-за самодурства, руководства. Люди не выдерживают. Алексей. Я не буду читать, потому что мы для того и имеем предприятие с самодурством, руководством, чтобы каждый имел возможность выбрать. Или остаться без средств существования и пойти за своей душой. Или продолжать терпеть самодурство. Потому что сначала нужно остаться без средств существования, а потом уже найти место, которое вас, по крайней мере, поддержит на плаву. Не надо питать иллюзией, что какие-то шаги можно сделать заранее. Соломки подстелить, а потом шагнуть. Светлана, все правильно говорите. Я всю жизнь искала свободу и любовь. И только сейчас поняла, что все внутри, а не снаружи. Сейчас, наверное, я счастливее, чем в 20 лет эти. Я очень рада за вас, Александра. Это очень, очень узнаваемо. В новых книгах Белевина. Очень интересно описана группа женщин, которые владеют сверхспособностями. А к чему это, Александр? Есть одна сверхспособность – любить. Мы скоро увидим, как эта сверхспособность проявится в реальности воздействием на материю. Она сейчас уже проявляется. Только это не так прямо видно. Но буквально вот сегодня был у нас… Ну, я молчу уж про технику, как она реагирует. Сегодня был случай в клубе. На курсе женщина писала. Она руководитель большого хозяйства. Большая организация медицинская, в которой масса помещений. Соответственно, там такой грандиозный завхоз, короче. И вот сейчас, как и многие, мы с вами находимся в состоянии нестояния, да, голова расширенная. Не то спишь, не то бодрствуешь. И в это время оперативно отвечать на массу звонков по разным сферам жизнеобеспечения крупного медицинского центра сложно. И происходит даже так, что люди звонят в кабинет, а трубочка не звонит. Потому что в душе человека нужно быть в спокойствии. И вокруг пространство работает так, что не активируется. Потом, перезванив на соседний номер, рядом в кабинете женщина говорит, у нас звонка не было. Потому что нужно было довести до конца эту концентрацию внутри себя. И там инцидент, когда требуют срочно решить один технический вопрос. А моя героиня понимает, что она сейчас не способна его решать. Она просто отпускает это спокойно, гармонично воспринимает. Как-то это рассосется. Через 15 минут ей звонят, ей говорят, большое спасибо, вы прислали мастеров, они все сделали. Уму это не понять. Но мне это очень понятно. Потому что вся реальность, которая нас окружает, это отражение того, что внутри нас. И если мы находимся в глубочайшем внутреннем равновесии, в благодарственном жизни, и понимаем, что мы находимся в ролевой игре, в кино, в сюжете, в голограмме, которая благодаря этим всем событиям на самом деле позволяет нам осуществлять взаимодействие душа к душе. Через маски, роли, взаимодействия. Когда мы понимаем, что где настоящее, а где иллюзорное, и мы находимся вот внутри в этом покое, то события сейчас, вот в текущее время, 20 лет назад этого гола невозможно. Они сами складываются, как мозаика. Складываются так, чтобы оптимально разрешить ситуацию. А Пелевина я очень уважаю, но сейчас не будем об этом говорить. Как верно про корень. Только что прошла эта развод. Снижение здоровья. Трудно вернуть себя. Пока еще так трудно. Все получится. Сейчас время изумительное для того, чтобы узнать, что ты драгоценность. И когда ты ощущаешь себя драгоценностью, снаружи тоже все складывается. Так. Светланочка, огромное спасибо вам. Как же вовремя вы затрагиваете, раскрываете все очень важные для меня темы и вопросы. Вот интересно. Мне звонят в телефон и молчит. Не проходят звонки все время. Думала, испортил телефон. Другой так же себя ведет. Да, это потому что ваше внутреннее пространство хочет быть... То есть душе важно закончить работу. Если вас будут отвлекать звонками, то вы выбитесь. Самое главное сейчас внутренний мир. И поэтому звонки могут не проходить. Это оптимально. Ну так давайте о хорошем. Давайте о хорошем. Давайте о магии отражений, связанных с тем, что, сосредоточившись на том, чтобы внутри себя было хорошо, мы с удивлением наблюдаем, как снаружи проявляются события, которых мы даже представить себе не могли. Но я еще раз отсылаю вас, кому это кажется фантастикой, на мой курс «Открытый чудес». На сайте есть мини-курс. Я уж не помню, как он называется. Там волшебство или чудес или чего. Там описаны и рассказаны ситуации разнообразного вот такого волшебного воплощения в жизнь самых разных событий. Но я сейчас не об этом. Потому что, как бы так это вам передать, дорогие мои. Ну вот притча есть такая. Возможно, я уже ее упоминала, но она очень показательная. Это классическая притча буддийская. Соискатель звания монаха в Датсане в монастыре приходит к просветленному мастеру и говорит, «Вот сейчас я работаю в монастыре, мою ступеньки каменные, колю дрова, молюсь, хожу за хворостом. А когда я просветлюсь, я что буду делать?» А ему мастер отвечает, «А так и будешь, мы ступеньки колоть дрова, ходить за хворостом, только счастливый». И самым большим удивлением людей на моих курсах, самым большим удивлением является вот этот момент, когда вдруг, обычно это происходит вдруг, ты замечаешь, что те же самые ситуации, те же самые напряжения, те же самые трудности, те же самые дети, родители, работа не просто не беспокоит, ты не выгноришь их, а ты видишь в них красоту, ты видишь в них цены для себя, драгоценную. Это примерно как та практика, когда я вам показывала про руки. Мы же не задумывались о том, какое счастье, что у нас есть руки. Но когда вы походили вот так, локти подержали и просто попримирялись, как вам обуться, как вам одеться, как вам в туалет сходить, как вам суп себе налить, вы начинаете понимать, какое счастье, что у вас есть руки. Так вот, когда раскрывается сердце, мы начинаем ощущать, какое счастье, что у нас есть эта работа, эти дети, эти собаки, которые погрызли наши туфли, эти соседи, которые шумят, но при этом то-то-то-то. То есть, понимаете, сначала происходит такое, а потом, когда вы принимаете это, то есть ваше зеркало внутри очищается от претензий, потому что вы внутри себя приняли все те причины, по которым вас бесили дети, родители, соседи, коллеги и так далее. начальники самодуры. Все вот это вот вы принимаете. Когда вы это принимаете, вы понимаете просто, что вам это больше не надо, если, допустим, это связано с уровнем работы. Я помню, что я ушла с работы уже на, так сказать, очень дальние ступени от своего тяжелого состояния, когда я уже очень преуспела в волшебстве, и я получила работу своей мечты. Когда-то, когда я жила в проголоде и была очень больна физически и жила от урока к уроку под репетиторством, и я думала, как бы хорошо было бы мне вести тренинги, допустим, раз в квартал, 3-4 дня в хорошей корпорации, связанной с помогательными действиями людям, медициной, социологией, психологией, то есть людьми, которые служат другим. И я бы проводила тренинги по ресурсному обеспечению и имела бы контракт на год или на два, чтобы я могла быть уверенной, что у меня будет, чем платить за квартиру. Потому что самым тяжелым моим переживанием было именно вот это. Насчет еды, одежды, это меня не колыхало, потому что я знала, как работает Вселенная. Если в хорошем настроении тебя угостят или передадут от кого-то курточку для ребенка или ботиночки, это без проблем. А вот платить за квартиру нужны были деньги, а деньги моделировать невозможно. Можно моделировать только факты, события. Ну, в общем, короче говоря, задолго до того, как это сложилось, это сложилось. К тому моменту, когда это сложилось, действительно, это было очень интересно, очень благодатная, хорошо, очень хорошо оплачиваемая работа. Вот. И я отработала два или три семестра и вдруг я поняла, что я не могу там быть больше. Потому что мне нужно находиться в компромиссии. А поскольку я работаю с людьми, которые не заказывают у меня напоминания о бессмертной душе, я должна всю информацию, связанную с ресурсом, на самом деле с жизненным, душевным ресурсом, вуалировать, прятать в психологические всякие штучки, чтобы как бы под предлогом, под предлогом понятных разума моментов все-таки исцелить людей. Я понимаю, что я не хочу больше притворяться. Я не хочу этого. И это было очень рискованно, отказаться от того, что ты сам смоделировал. Очень часто, кстати говоря, мастера визуализации или с прошлых времен говорят, если вы отказываетесь от того, что вы привлекли в свою жизнь, что плохое, что хорошее, вы как бы отказываетесь от своей силы творца. Но я поняла, что я просто переросла. То есть этот результат, он пришел ко мне уже тогда, когда я уже новый результат хочу. И у меня не было никаких колебаний, что я остаюсь опять между небом и землей. И именно тогда начались потоковые мои курсы. И именно тогда я поняла, что я нужна людям прямо говоря правду, просто вот никак не прикрывая то, что на самом деле движет человеческими судьбами. Интересно ваше мнение о пагубной привычке, что делать с членом семьи. Наталья, вы, вероятно, не знакомы с моими курсами. Откройте открытый курс «Гармоничные отношения», посмотрите «Алкогольная зависимость» и посмотрите, почему. Вопрос не в том, что делать с членом семьи, и вопрос в том, почему в вашей семье эти вещи, и какие чувства у вас это вызывает, и зачем это происходит для вашей души. Вот тогда будет понятно, что делать с членом семьи. «Счастья в жизни стало больше», — говорит Наталья. «Светлана, благодарю вас сердечно. Ваш ответ помог мне поднять очень болезненную травму. Прошла выписываться. Благодарю, благодарю, благодарю». Доктор в поликлинике спросила, «Женщина, у вас глаза блестят?» «В порядке щитовидка?» «Ответила, все хорошо, блеск в глазах постоянно». А, да, на этот счет тоже у меня был такой случай, когда мою дочь в школе отпустили с уроков, потому что решили, что у нее температура, так как у нее был румянец, здоровый румянец. Есть такая история, серость легких, розовость легких. В Лондоне в 19 веке был очень тяжелый воздух, связанный с угольными, с тем, что топили углем. И вот эти смоги лондонские, эта сырость с угольной пылью, она была очень-очень густая. Люди, живущие в Лондоне, все были поражены вот этой вот пылью. И однажды случайным образом на улицах скончался приехавший в Лондон человек из сельской местности, который привез там какие-то свои сельскохозяйственные товары, пожилой человек. Он скончался, это уже был конец 19 века, препарировали трупы, и когда нас вскрыли, то в трупе увидели уникальный симптом – розовость легких. Потому что у всех трупов в Лондоне 19 веке были серые легкие. И врачам даже было невдомёк, что нормально иметь розовые легкие. Так что не удивляйтесь, что вас ещё обвинят в полдовстве, что вас… Ну, не обвинят сейчас уже, потому что, может, потому что вы какие-то особенные капли принимаете, создающие видимость вашей молодости и счастья. Но это так и есть. Люди, живущие в другой парадигме, не могут понять, откуда у вас такое состояние. Так вот о хорошем. Ещё. По поводу, почему магия. Потому что, когда вы миновали стадию признания в себе каких-то бяк, ну, а как это происходит? Вас что-то раздражает снаружи, бесит снаружи. Вот, в частности, например, самодур начальник, да? Или там… А это действительно не просто самодур. Это, знаете… Это как персонажи. Как вот в лесу бывают санитары леса, да? Так вот у нас в руководстве люди, которые абсурдно, нелогично, маразматично, психопатично себя ведут во вред и делу, и себе, и окружающим. Потому что мы находимся в этой полярной игре не для того, чтобы быть счастливыми. Мы находимся в ней, чтобы услышать себя. И плохое, оно помогает нам понять. Оно мне надо? Мне не надо. Я ухожу отсюда. И я рискую. Ведь люди не зря находятся в этом предприятии. Так вот, когда мы, прежде чем уйти, разбираемся, что именно нас бесит, неуважение к человеку, там, тра-ля-ля-ля-ля, да, унижение… Большей частью возникает ситуация того, когда мы закрываем в памяти те моменты в детстве, в юности, когда мы терпели к себе плохое отношение по разным причинам. Где-то из страха, где-то из зависимости от дорогого человека, родственника. И вот это чувство недовольства собой, что я вынужден терпеть самодурство, оно и вызывает такой неприязнь. А когда, например, лично вы сами находитесь, ну, вы простили это прошлое, вы исцелили его, исцеление внутреннего ребенка на курсе у меня, вот будет это все, материалы по исцелению и по освобождению от негативных связей будут обязательно на курсе, который стартует 23-го. Я ошиблась, просто раздаты 23-го июля на женской целостности будут все практики, которые позволяют переписать прошлое. Так вот, когда вы переосмыслили прошлое, то вы понимаете, человек дурит перед вами, потому что ему самому невыносимо. Никто от счастья по-идиотски себя не ведет. Никто от счастья не хамит, не грубит, не наглеет, не давит. Это всегда следствие ужасного разрызга внутри. И, вы знаете, это описано в моей, по-моему, в одном из семинаров моем в курсе чудес. Но это один из первых опытов, когда мои дети начали применять метод декоратора. Как такой самодур обходит стороной лично вас, когда вы внутри не имеете претензий к нему, а имеете сострадание. У моей дочери в школе в средних классах была учитель физкультуры, очень пожилая женщина уже за пенсионным возрастом. Сейчас пенсионный возраст, 55 лет, это саморасцвет женский. Это то поколение, когда в 60 уже бабушка. Вот она была такая сухая, с такими губами, очень грубая. И непосредственно на линии, когда дети выстраивались по росту, она каждому подходила, трепала, каждому находил что сказать, жесткое такое. А так как моя девочка очень эмоционально тонкая, и она просто падла в обморок. Или болела. Как физкультура, так мы вообще с температурой. И она имела много послаблений от школы. В то время я не могла еще забрать ее в домашнее семейное обучение. Это была другая эпоха. Сейчас моей дочери 30. Это было очень давно. Но я сказала ей, понаблюдай за учительницей на перемене, посмотри, что ее беспокоит, послушай. И девочка моя пришла и сказала, что да, ты знаешь, мама, у нее такая тяжелая жизнь. У нее сын алкоголик. И он пропил ее зарплату последнюю. Она рассказывала шумно, возмущаясь, рассказывала учительнице. Ну, я сейчас опускаю эту тему, что алкоголик не случайно у нее сын, и что заплату он пропил не случайно. Это все отражение. Но суть не в этом. Суть в том, что у моей дочери было понимание, что да, она несчастная. И я обратила внимание на то, что девочку мою любят и бабушка, и дедушка, и я, и сестренка. И что она тогда две бабушки, два дедушки. И что она против этой женщины в гораздо более счастливом положении находится. Поэтому нужно применить к ней практику декоратор. Как только она собирается идти на физкультуру, нужно представлять, что ты даришь ей букет цветов, и она неожиданно довольна этими цветами. Ну и моя дочь, значит, это было пятый или шестой класс. Она представляла это еще в раздевалке, когда там все раздеваются, она представляла, как она счастлива, что ей дарят цветы. И когда на линейке она шла и привычно трепала каждого, и что-то там кому-то блок дала, кому-то грубое слово, она просто обошла мою Настю и пошла дальше. Она просто ее не заметила. Это закон. Люди на чистоте агрессии реагируют только на то, что совпадает с ними, а именно жертва палач или агрессия на агрессию. Этот принцип помог впоследствии моим детям. Очень много ситуаций жизни их по-другому строит. И продолжает им помогать. Но самое главное, он показал силу нашего внутреннего ощущения. Сострадание – это могучая сила. Потому что без сострадания к человеку, ведущему себя неадекватно, жестоко, грубо, нагло, хамски и так далее, это не жалость, это не сочувствие. Сострадание – это понимание того, что он не может по-другому. Есть причины, почему он так себя чувствует. И вы полностью изменяете свое отношение к этому человеку через практику декоратория. Я сейчас не буду отвлекаться, но хотя может стоить. Тема как раз у нас магия. Суть этой практики в том, что вам нужно увидеть злогомышленника радостно счастливым в реалистичной для него ситуации. Понимаете, кому-то, допустим, какой-нибудь свекрови, будет приятно гипотетически получить набор сверкающей немецкой посуды. Если вы по-настоящему ей подарите эти кастрюли, она скажет, что это не те кастрюли, надо было другие кастрюли, и вообще еще так деньги тратите. То есть это не надо путать. Дело не в предметах. Дело в вашей способности увидеть ее счастливой. Когда вы видите человека счастливым, иногда юмористически счастливым полезно. Когда вы видите человека счастливым, вы не на него влияете, вы влияете на себя. Внутри вас то излучение, которое связывает вас с этим человеком, то совпадение энергетических связей, оно меняется. Вы как бы видите потенциал его души, потому что каждый угрюмый, злой, агрессивный, больной, в зависимости, там, кто угодно, каждый такой человек, он имеет все равно живую душу. И даже если она в стороне совсем находится, и если вы как бы вот душе этой давите через персонаж, часто помогает очень юмор. Где-нибудь на Мальдивах, в шезлонге, с коктейлем в шляпке представить свою бабушку, например, да, или там начальника вылавливающего рубу, или рыбу огромную, как он хвастает, как он щуку поймал, или грамоту с красной лентой от президента, надо понимать, что это делается не для того, чтобы он изменился, а для того, чтобы вам было внутри нормально. И когда вам внутри хорошо, вы либо оказываетесь разведены с этим человеком, он даже вас не замечает и вообще жизнь разводит вас, либо вы действительно к себе получаете особую грань. Ко всем гав-гав, а к вам нормальное отношение. Бывает вообще даже прям преображение. Но в семье, как правило, такие вещи труднее всего воплотить, потому что вам постоянно нужно видеть другой образ. И это не срабатывает, если вы не умеете свой образ другой видеть, если вы себя так счастливым не умеете создавать. Поэтому я постоянно говорю, научитесь себе создавать ресурсное состояние, себе поднимать настроение хоть на градус, себе поддерживать комфортное положение тела, дыхание, движение, питание, воздух. Вот как если бы вы о лучшем друге заботились, чтобы ему было вот лучше всего. Позаботьтесь так о себе. Когда вы себе поднимаете градусное настроение, у вас находятся силы для того, чтобы позволить другим быть плохими от несчастья. Я говорю, от счастья никто плохим не бывает. В жизни нет виноватых, одни пострадавшие. Поэтому сострадание – это потрясающая энергия, это одна из грани любви. Любви не личной привязанности, как мы понимаем, а любви божественной, которая из сердец людей непроизвольно излучается, когда мы находимся в гармонии. Вы просто понимаете, краем ума, вы можете даже не вникать смыслом, что не моего ума дело, почему этот человек живет именно так. И когда вы в такой плотной связке, то вопрос о том, почему я в такой плотной связке, почему я нахожусь именно так, именно в вынужденном положении, что не разъехаться, не убежать. Какой урок я не хочу узнать про себя, находясь с человеком, который постоянно меня травмирует. Сегодня не эта тема, потому что это отдельная история сильно покалеченных людей, созависимости. И хотя на женской целостности у нас, как и на уверенности, эта тема прорабатывается, и люди освобождаются, но не потому что отдельно эта тема прорабатывается, а потому что полностью меняется восприятие самой себя. Полностью меняется понимание, кто я есть. То, что ты считал про себя, кто-то вспыльчивым считался, а кто-то считал себя, наоборот, скромным, застенчивым. Это не про вас, это про роль, которую вы играли. А душа ваша, она имеет ресурс для мудрого поведения в любой ситуации. И рядом с мудрым поведением все остальное опадает. Все булькающие события вокруг, они меняются. Чуть-чуть почитаю. Светлана, благодарю. Соление ножек и простукивание делаю с удовольствием. При необходимости рекомендую всем. Спасибо за комментарий. Хочу сказать тоже о простукивании. Где-то у нас есть техника простукивания. На сайте открытая она есть, а может даже мы уже удавали ее вот уже на трансляциях. Если вы только начинаете принимать свое нехорошее, то, что отражается снаружи, бякаем, очень важно быстро снять напряжение. И поэтому, когда мы в момент испытывания вот внутри какого-то гнева на кого-то просто назовем это, назовем, воздействуя на точки, которые связаны с подсознанием. То есть, когда мы механически действуем на точки, там определенные, все это нарисовано на картиночке во вложениях, в практике ссылка дается, можно взять. Когда мы в это время говорим, несмотря на то, что я испытываю невыносимое отвращение в адрес там того-то, того-то, несмотря на то, что мне хочется его убить, я люблю и одобряю себя целиком. Верхняя точка, вот здесь у нас верхняя точка саха сразу накончается. Я люблю и одобряю себя целиком. Вам это бред кажутся эти слова, но когда вы три, пять, семь раз простучитесь, вы увидите, что на самом деле вы стучитесь, потому что испытываете гнев, потому что вы ненавидите себя за то, что вы не можете твердо поставить границы этому человеку, или вы не можете сказать нет, или вы не можете его наказать. То есть вы что-то не можете сделать. А когда уже вы что-то не можете сделать, вы можете этим управлять. И у вас возникает, во-первых, наканк спадает, то есть все эмоции, вся биохимия, которая в вас взорвалась, она из-за вашего простукивания получила обратную связь. Я тебя слышу, я поняла, что ты мне передаешь этот сигнал. Незачем больше гормоном бурлить, потому что вы услышали причину, что именно в вас в отношении самой себя, самого себя, дестабилизирует. И тогда вы видите выход, вы тогда можете дальше двигаться. А соление ножек, ВКонтакте, между прочим, неоднократная картина, чьевок-ёжик там с зайкой, с белочкой сидят в тазике, солят ножки. Это уникальная практика, простая, элементарная, но потрясающе эффективная, потому что соль – это магический минерал. И если вы в горячей воде вечером со свечечкой, глядя на свечечку, посидите просто с мыслью, что весь негатив уходит в эту соль, а потом холодной водичкой слили ступни и надели носочки, вы такое облегчение негативной энергии, вы просто смыли с ауры своей, всё, что вы за день нахватали. Это очень эффективная практика, она просто как профилактика сразу вас готовит к следующему дню. Поэтому столько у нас комментариев на форуме бывает к концу второго-третьего месяца, что, как выяснилось, самые простые практики дают самый великолепный результат. Кто-то вообще в результате этой простого метода соления ножек настолько изменил своё ощущение, что получил повышение по службе, выгодно продал квартиру, помирился там с супругом, нашёл общий язык со свекровью. То есть это происходит не линейно, это происходит от того, что нормализуется ваша система координат, ваше единение души, ума и тела. И поэтому спасибо, кто напомнил мне. Как раз сегодня использовала простукини. Благодарю за эту практику. Спасибо большое. Кажется сверху наполняюсь вашими словами, внутренним светом и мудростью. Ещё применяйте, пожалуйста. Так, здрасте. После трансляции пойду молиться. Насчёт молитв тоже важный момент. Сейчас такое время, когда очень важно утверждать, благодарить, а не просить. Молитва получила искажение на протяжении длительного времени. Потому что у кого вы просите искры Бога внутри вас. Тексты канонические только тогда работают, когда они наполнены вашим благоговением и вашим сердечным устремлением. Покаяться, да, эффективно очень. Потому что когда вы вскрыли в себе что-то, искреннее покаяние очень облегчает. Но нужно понимать, что этого мало. А вот искренняя благодарность жизни за то, что вы увидели то, что вам мешает. Искренняя благодарность за то, что вы получили те уроки, которые вскрыли ваши иллюзии. Искренняя благодарность за возможность жить по-новому, с теплом из сердца, с добротой во взгляде. Прежде всего, к себе в зеркале. Тогда вы можете другим это подарить. Эти загадочные слова Иисуса Христа «Возлюби ближнего, как самого себя» столько раз обсуждались, какая же это любовь, это эгоизм самого себя, не понимая смысла. «Возлюби самого себя» это «возлюби искру Бога внутри себя». Храм тела, храм духа, тело свое возлюби. Это оцени возможность жить, развиваться и пользоваться этой жизнью, этой игрой, этим сюжетом, в котором мы сейчас находимся. Так, я первый раз на встрече. Чувствуется ваша добрая энергия. Буду применять практики. У меня чат эмоционально штормит много. Я очень рада. У нас много предложений. Пожалуйста, потихонечку смотрите, применяйте, делайте. Знаете, меня часто пишут в личку, а у вас есть статья вот на эту тему? Если вы считаете, что такое минимальное действие, как зайти на сайт и забить в поисковик тему, которая вас интересует, это лишнее для вас, то не надо задавать мне вопросы. Потому что жизнь, ваши ангелы-хранители, ваша душа тогда вам подсунут под руки ответ, когда вы на встречу сделаете шаг. Но если вы хотите, чтобы я вам в рот положила то, что вам нужно, зря вы этим интересуетесь. Долгое время я откликалась на такие просьбы, пока не поняла, насколько это абсурдно. Сайт устроен очень понятно, обретение силы любви. У нас есть изумительный администратор, поисковая строка. За время работы сайта сотни статей из всех тем жизни. Темы все представлены. В поисковик забиваете тему, слова, набор слов. Если вы не находите, посмотрите в разделе, почитайте все статьи. Скорее всего, обязательно есть затронутый вопрос, потому что мы столько раз отвечали на все вопросы. Я столько раз формулировала все то, что волнует людей, что практически обо всем есть на сайте. Но если не начать искать, душа не подтолкнет навстречу тебе то, что тебе нужно. А вот ссылочка в статью на прослушивание, на постукивание далее. Ну, немножечко подведем итог сегодняшней беседы. Если в прошлые времена главным самым было то, что признать отражение негатива в себе, то есть вместо того, чтобы обвинять кого-то, подумать, что во мне притягивает сюда этого человека, то сейчас очень важно, это как само собой разумеющееся, что что-то притягивает. Очень важно поднять свой ресурс, очень важно улучшить свое настроение хоть на сколько-то. Из этой точки спокойно признать, да, я ничем не лучше, у меня есть свои болячки, шрамы, иллюзии, нетерпимости, там еще что-нибудь. Но это не значит, что я культивирую и продолжаю в них упорствовать. Я хочу переключить свое внимание, свою энергию на другое. И в свое время мне пришла такая метафора, темноту нельзя порубить шашками. Вот вы саблей темноту порубить не можете, но если вы освещаете фонариком, она просто отступает. Так вот, хорошее настроение, оно складывается из мелочей, из умения любоваться капелькой росы на стекле, а главное от свободы от мыслей. Свобода от мыслей непростой процесс, но сейчас, в нашей дне, все силы природы вам помогают. Вы думаете, почему такая у нас странная погода во всем мире? Почему такие перепады температуры? Почему такие колоссальные, вообще стихийные, стремительные перемены? Только что ураган, град, тут же солнце, причем локально. Маленький участок с градом, а совсем рядом, на расстоянии полутора километров или там километров, солнечный ясный день. Или как вот я в клубе на странице выкладывала золотое облако, внутри него молнии бьются, а вокруг видно, как мухи летают, ветра нет, мушки летают. Потому что все тело планеты Земля трансформируется и этим меняется коллективное поле сознания, людей, подсознания. Мы все неразрывно связаны. Так же, как экология отражает грязь наших тел, искажения внутри нас связанные с нашим ментальным планом, все болезни от того, что мы имеем иллюзии и неправильно распределяем энергию, получаемую от Бога. Короче, выбираем не любовь. Так же отравленные планеты. Но сейчас происходит чистка не только материальных слоев, а благодаря перепадам температуры, замерзанию и дождям и ветрам меняется эфирный план, меняется поле коллективное. Поэтому, если вы хотите освободиться от своих иллюзий, побуждающих вас кого-то ненавидеть, в чем-то сожалеть, чувствовать себя хуже, лучше, если вы хотите освободиться, вот так инструментов, которые срабатывают моментально. Не годами, как я, читать фиолетовое пламя. Годами я ходила каждое утро в 6 утра, стояла на земельку и читала фиолетовое пламя, трансформирующее веление фиолетового пламени, которое привлекает высокую чистоту, просто разлагающую те мысли формы, которые душат меня. Сейчас вам достаточно выбор сделать, что вы готовы освободиться и поднять свое настроение, прокачать тело, продвигаться, продышать. И когда внутри вас зеркало очищается, когда внутри вас способность принимать солнечный луч от Бога без искажений призм своего ума, то это солнечный луч от вас ударяется и отражается в жизнь таким же благоприятным пейзажем и такими же стечениями обстоятельств благоприятными. Тут я хочу сказать такую вещь. У нас же продолжается еще полоса затмений и у многих неожиданные неприятности. неожиданные, аварии мелкие, травмы, еще что-нибудь. Кажется, вы в хорошем прекрасном настроении, вдруг вы падаете, ломаете ногу. Или вы попадаете в аварию не очень трагическую, но неприятную. Вы знаете, когда такая ситуация, что мы в хорошем ресурсном состоянии попадаем в неприятность, это самое легкое закрытие кармы. Потому что в ресурсном состоянии у нас больше шансов легко, правильно увидеть это лучшее, что из возможного. Это лучшее из возможного. Недавно вот девушка молодая мне рассказывала, как она под проливным дождем при виде на МКАД резко затормозила машину и рано утром нужно было срочные дела делать, она попала в аварию. очень, ну, дождь, хмурое утро, представляете, чувство того человека, да, пока ждать гаишников, потому что она решила лучше это все протоколировать. Было понятно, сколько люди в 5 утра не готовы, да. Ну, то есть все негативно, но она знала, как работают законы Селены. Первое, что в себе внедрилось, это лучшее из возможного. Второе, что все они помогли этот сюжет закрыть, потому что этим всплеском негатива когда человек что-то из своих глубоких, давних, прежних ошибок наружу поднял. И люди, каждый свою роль получил в этом. Кто-то, то он тоже не случайно вовкатался в стукутой машине. Гаишники, которые в 5 утра не выспавшиеся приехали, тоже под дождем не случайно оказались. То есть ее внутреннее сострадание ко всем участникам и полное понимание того, что она выбирает наилучший исход, привело к тому, что у нее даже штрафа не получился. То есть на глазах все менялось, и они расстались только что не обнялись с этим человеком, с которым попал в аварию. Потому что сейчас, в текущий момент, самым главным является то, как работает наше жизненное зеркало. Как мы принимаем жизненную энергию, отражаем ее в жизни. Поэтому забота о том, чтобы быть в хорошем настроении с утра и мелкие или крупные неприятности принимать как наилучшие, а я утренировалась этим в прошлые годы очень, потому что иначе бы я только и занималась тем, что разбиралась, откуда эти все неприятности на меня сыпятся, а нужно было жить и нужно было лучить и притягивать людей, поскольку моя работа помогающей профессии, неважно, репетитором я была, преподавателем я была, концертмейстером, я человек, или психологом позже, вообще уже тренером, для того, чтобы ты мог быть полезен людям, ты должен быть в порядке сам. И я научилась любую травму, утрату, сразу же, ту же секрету, слава богу, это лучшее из возможного, это самый слабый способ загашения старых неприятностей. И вот чудо, события разворачивались так, что быстро все заживало, быстро компенсировалось, если это была финансовая утрата, я быстро получала, ну как быстро, все относительно, но тем не менее, все происходило. Вот, поэтому помните о том, что ваше жизненное сердечное зеркало улучшит отраженный свет бога в мир. Вы получаете каждое утро, с каждым вздохом вы получаете энергию бога. Как вы ее применяете? Набрюжание, недовольство, уныние, тоску, значит ваше зеркало отражает гримасы мира и притягивает все это. Потому что вы запросили это внутренним состоянием, но если вы, несмотря на недомогание, несмотря на какие-то непонятки, на все, на все то, что мы сейчас проживали, по разным причинам. Если вы в этом состоянии понимаете и выбираете, да, значит это лучшее. Я не могу сказать, что вы радуетесь этому, что у вас нога болит рука, там, что вы без денег или еще что-то. Я говорю о том, что вы благодарны, что могло быть гораздо хуже. И в этом состоянии вы делаете те действия, которые реально делают комфорт вашему телу прямо сейчас, облегчают его состояние, отвлекают ваш взгляд, вашу душу, ваши органы чувств на красоту. Вспоминаете вы моменты, когда вы были благодарны жизни и себе. У нас на курсах есть специальные практики, которые мы применяем для того, чтобы быстро восстановить вот это ресурсное состояние. напоминаю, курс 23 июля стартует женская целостность. Так вот, когда вы быстро себя с утра настраиваете в правильном тотус, день за днем, день за днем, жизнь отражает вам неожиданно благоприятные события и часто вас даже удивляет, заслужили ли вы их эти события. А это все как весы. Немезида, она очень ровно держит свои весы. Ровно сколько вы света отдаете, ровно столько вы событиями получаете. Благодарю, Светлана. Благодарю вас прекрасно, Светлана. Скажите, я читал тут книгу, она похожа на вашу тему, называется Великий Айдахар. Вопрос. Я не могу отвечать вам, Андрей, на ваши ассоциации по книгам, учениям или еще чему-нибудь. Вся информация, которая приходит сейчас, она же из одного источника, каждый видит ее из своей призмы. Я могу говорить только о том, о чем я сама вам говорю. Мой способ быть проводником это опора на личный опыт. Я обладаю большими знаниями и из прошлой жизни, и в этой жизни, но только для того, чтобы понятнее объяснить конкретный человеческий опыт. Я не комментирую ни других учений, ни других книг, не советую, что читать, что слушать. Каждый выбирает себе это, потому что у каждого из нас своя призма, свои зеркала. И вот очень часто человек, например, сейчас получил по совету кого-то или даже сам книгу вроде бы в тему, и так, ну прочел и все. А через год он ее прочел, и как он мог пропустить? Это про него все написано, потому что дозрела душа, чтобы про себя ощутить резонанс. Поэтому тут я не могу быть полезной. Ну и на этом мы, наверное, с вами сегодня простимся. Я хочу сказать, что на следующей неделе я буду в отъезде, и мы можем встретиться с вами в воскресенье. В порядке исключения. Так я планирую там в четверг, пятницу обычно с вами встречаться. А на следующей неделе у нас будет встреча попозже. Надеюсь, что все сложится, и я смогу сделать анонс. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Всем спасибо за теплые слова. Благодарность. Сидим втроем с детками в баночках солью уже. Кишут милочки. Благодарю сердечно за радость и теплоту встречи. Еще раз напоминаю, что такого рода выступления они всегда двойные. Они всегда диалог. И не потому что вы вопросы задаете или комментируете. Это тоже, конечно, но это не важно. Вы смотрите и откликаетесь сердцем. И поэтому через меня приходят те слова, которые оказываются актуальны, интересны и полезны вам.